Привет, друзья! С вами Оксана. Сегодня делаем еще один конверт. В прошлый раз мы делали вот такой конверт с таким клапаном. Такие конверты можно сделать даже самых больших размеров, в зависимости, какая у вас страница есть, и положить туда много чего. А вот этот конверт, который сегодня будем делать, он делается из бумаги квадратной формы, поэтому здесь немножечко есть такие, скажем, ограничения, потому что, во-первых, квадрат максимально вы найдете, скорее всего, не такие уж и большие, так скажем, да, скраб бумага может быть там 30 на 30, ну или еще какие-то вы найдете варианты, но тем не менее, чтобы получился большой конверт, нужен довольно-таки большой квадрат. Поэтому сегодня мы работаем вот с таким вот размерчиком. Это у меня где-то 18,5 на 18,5. Будем делать из него конверт именно с такими уголочками. Приступим. В первую очередь нам нужно найти серединку нашего листа, причем серединку именно ориентируясь на диагонали. Эта линейка у меня что-то не подходит. Возьмем другую. Вот она буквально вот-вот впритык. Отмечаю такой линии с одной стороны и еще. Как видите, я линии прочертила довольно длинные, нам это пригодится. Плюс к тому же они будут внутри, это как бы, ну, вы можете потом стереть, а можете оставить, но лучше все равно, конечно, карандашиком, чтобы была возможность все-таки от них потом избавиться, если что. Итак, начинаем с того, что загибаем один край. Один край мы загибаем так, чтобы все-таки ориентироваться на эту нашу линию. Она как бы нам подсказывает, куда должен у нас смотреть уголок. И загибаем мы дальше, как бы, ну, как, дальше центра. Вот он, центр у нас есть, но мы уголочек размещаем так, чтобы он был подальше нашего центра. И разравниваем нижнюю часть. Так, давайте я вот таким образом вам покажу. Вот он, уголок, смотрит ровно наполовинку. Не знаю, потому что бумага такая, крафт-бумага, не знаю на видео, как, насколько хорошо это будет видно. Дальше. Теперь боковые стороны. Здесь вот у нас будет небольшой загиб, чтобы у нас все-таки одна сторона на другую зашла, и можно было их приклеить между собой. Где-то примерно, ну, на сколько у меня получается? Ну, где-то на сантиметр у меня, получается, заходит. И тоже я стараюсь ориентироваться на то, чтобы... Так, вот я даже сделаю, вот это уберу. Чтобы у меня на серединную линию смотрел мой уголочек. Так. И вторую сторону. Тоже мы примерно ориентируемся, чтобы где-то сантиметрик у нас получился. Примерно наметили дело, как это, сколько, чего, где. И ориентируемся на серединную линию. Потому что если вы будете загибать на глаз, скорее всего, очень велика вероятность, что вы ошибетесь. Так. И, соответственно, то же самое мы можем сделать и с нашей третьей стороной. Вернее, почему третьей? Четвертой уже стороной, которая у нас будет закрывающимся клапаном верхним. Тут мы тоже загибаем с запасом, потому что нам нужно, соответственно, иметь запас на закрытие. Правильно? Чтобы приклеить. То же самое где-то... Ну, как раз, да, у нас где-то по сантиметру. И опять все я убираю и ориентируюсь на срединную линию, которую мы нарисовали. Вот такая у нас получилась фигура. Здесь я пишу, что это верх, здесь, что это низ. А эти две боковушки. Ну, потому что я так вот разметила, да. Теперь мне нужно вот эти вот уголочки вырезать. Я их вырезаю с небольшим зазором в каждую сторону. То есть, получается, что я как бы все равно стремлюсь к уголочку, но начинаю резать не по самой линии, а чуть-чуть под малюсеньким углом к этой линии, чтобы у нас никаких лишних частей, как говорится, нигде не торчало. То есть, небольшой уголочек. Получается, он у нас не прямой угол, по сути, а такой вот, ну, такой развернутый, тупой угол. Так, и четвертая часть. Все время к уголочку мы, ну, как бы, загибаем, отрезаем. Ну, и вот, вот такая, в общем, фигура у нас получилась. Он все тот же квадрат, но здесь вот вырезаны вот такие вот штучки. Значит, как мы отмечали, вверх-вниз. Сначала складываем боковые стороны, потом низ прикладываем. То есть, низ у нас будет, как бы, приклеен на эти боковушки. Так, тоже, чтобы видно было, вот что у нас здесь получилось. Здесь, как видите, такой уголок. Если вам такой уголок нравится, можно его оставить. Можно его вот таким вот образом, например, подрезать. Так. Вот таким образом подрезать можно. Можно вырезать еще ниже. Смотрите, мне вот, например, такой вариант больше нравится. И делаем следующим образом. Нам нужно по боковой стороне, как это, по вот этим клапанам нижней стороны намазать клеем. Опять же, клей вы берете по своему усмотрению, какой у вас, какой вам больше нравится. И обратите внимание, что лучше всего вот сюда, до самого верха, не домазать, потому что здесь у нас пустота. То есть, мы все-таки, как бы, вот этот верхний, верхнюю часть оставляем не замазанной. И прикладываем прямо так, прижимаем сверху. Так, вот, по сути, у нас конвертик готов. Мы проверяем, чтобы здесь у нас все было хорошо подклеено. Ничего никуда не убежало. То, что карандаш вот здесь виден, это мы могли стереть заранее. Можно и сейчас, если есть такое желание. И, по сути, вот он, конвертик готов. Можно использовать вот в таком виде, как он есть. Можно, допустим, на кольца посадить куда-то. Можно сделать еще таким образом. Вот этот вот верхний клапан. Так, сейчас, 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 сейчас. Завернуть вот так вот внутрь. И получится вот такой кармашек, если вы, например, его приклеите куда-то к странице, на эту сторону. И сюда потом поставляете что-то, какие-то фотографии, записочки и так далее. Ну и, конечно же, такой конвертик можно опять сверху украсить. Как видите, конвертик, вернее, лист изначальный был не такой уж маленький, по сути-то, да. И конвертик получился вот он, такой совсем небольшой. То есть, чтобы сделать конверт, вот, например, такого размера. Ну, вот представьте, да, то есть, если у нас был лист, сколько, по-моему, 23, что-то я говорила, да. Или что-то такое. И получился он в результате, конвертик, вот, где-то 12 на, на сколько? Ну, 13, почти 13 на 11. Примерно такого размера у нас конвертик получился. Ну, соответственно, чтобы сделать вот такой конверт, должна быть, должен наш квадрат быть гораздо большего размера. Поэтому я называю такие конверты более экономичными. То есть, можно сделать большой конверт из бумаги, как бы, с меньшими потерями, так скажем, да. А здесь, чтобы сделать такой конверт, все-таки, ну, нужно квадрат такой, довольно-таки обширный. Естественно, такой конвертик тоже можно украсить по своему усмотрению наклейками, там, не знаю, штампами, надписями или еще чем-то. И будет он ваш, индивидуально сделанный. Опять же, я делала из скрафт бумаги, можно сделать из любой скрафт бумаги. Я делала из скрафт бумаги, можно сделать из скрафт бумаги. Сама запуталась. Из любой бумаги, соответственно. Так что, вот такой конвертик. Это то, как делаю конверты я. Возможно, есть и другие варианты. Надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте поставить лайки, подписывайтесь, заглядывайте в инфобокс. Пишите свои комментарии. Новое видео совсем скоро. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok